Утренний гость Ну и мы продолжаем нашу программу, продолжаем общение. Эх, моя любимая рубрика, и твоя, наверное, тоже. Ну, конечно, потому что появляются интересные люди у нас прямо здесь и сейчас в Будильниках шоу. Рада представить нашего гостя, заведующий Центром Современного Искусства Чувашского Государственного Художественного Музея Владимир Бамбурин. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. У меня сразу вопрос. Что это? Что-то мы будем делать, раз здесь есть фартук, есть ножи. Все поподробнее? Ну, в принципе, да. Если вы хотите, то будем делать. То есть фартук – это элементарная защита для себя, которую надеваем. И на этом фартуке можем резать. Поподробнее чуть-чуть остановлюсь на ножах. Ножи разные есть для резьбы. Есть ножи Мора шведские. Они разной формы бывают. Одни служат для резьбы ложек, другие – для скульптуры. Ну, в общем, это все нюансы. Но нам понадобится один из этих ножей. Есть баклуша, уже подготовленная, которая обрубается топором, ничем больше. То есть это только, можно сказать, топорная работа. Не в плохом смысле, как бы, да, то есть, а в смысле умения. Сейчас люди особо топором не работают, предпочитают даже дрова колоть механическим топором. Вот, ну, вот баклуша, которую мы будем резать, и небольшая стамеска. Она необычная, потому что обычно полукруглые стамески делаются очень, ну, в общем, полотно вот это идет на всю часть, да, то есть на весь стебель. Здесь у нас режущая часть приварена к такому вот прутику, да, а это удобно именно для ложек. И без чего мы не сможем никогда обойтись – это лошкорез. Лошкорезы, они имеют очень такую интересную форму, они старые, у всех народов, наверное, они одинаковые. В Нижегородской области очень полно старых лошкорей и лошкорезов разных-разных-разных форм. Но это даже есть у них там памятник, построенный лошкорю, поставленный. То есть там человек именно с лошкорезом сидит. Есть с длинными ручками, с длинными стеблями. Ну, вот у меня такой вариант, как бы, можно сказать, партизанский втихую резать. Владимир, а как правильно называется профессия? Ну, у меня, как сказать, широкий формат. То есть я занимаюсь резьбой в целом, да, то есть как ложками, так и миниатюрой, иконой резной, деревянной, да, которую, кстати, забыли, сейчас это возрождается техника, и ковкой. А вообще, вот, к примеру, тот, кто режет ложки – это лошкарь. Тот, кто режет, там, богородские игрушки, то есть это вот специалист по богородской игрушке. Владимир, ну вот вы нам принесли ложку, ее будете вырезать, наверное, сегодня. И сразу хочу задать вопрос, как часто вы бьете баклуши? Не так часто, как хотелось бы, но бывает время, выделяется минутка, и начинаю бить баклуши, так скажем. А баклуши вообще произошло от французского слова «бакле». Ну, как бы, не безделие, то есть, ну, такая незначительная работа, потому что раньше люди умели работать топором, и вот таких баклуши они могли, там, за час до 100 штук набить. Ну, чисто визуально, да, кажется, что вроде вот такую заготовку сделать не очень сложно. Ну, не очень сложно, но надо иметь очень хороший навык и глазомер для того, чтобы не срубить, во-первых, лишнее, а, во-вторых, не остаться без пальцев, или, во-вторых, не остаться без пальцев, или, во-вторых. А хотел задать вопрос сразу, делаются эти баклуши и ложки потом из специального какого-то дерева, или любое дерево подходит для этого? Не совсем из специального, тут задача в следующем, то есть, если вы хотите сделать декоративную ложку, которая просто будет радовать глаз, там, с резьбой, к примеру, или ручкой в виде какого-то животного, или еще что-то в этом духе, то подходит, как бы, та порода, с которой вы привыкли работать, или которая отвечает по цвету тем задачам, которые вы хотите выполнить, да. А если чисто практически подходить к ложке, то лучше делать всего из ивы, потому что ива, она растет на водянистом месте, она часто контактирует с водой, и у нее специальные внутри ферменты уже, как бы, антитела, которые предотвращают гниение древесины. То есть, если ей пользуется. А сколько требуется времени, чтобы сделать ложку? Вообще, в целом, ложку. Ну, вот, может быть, такой быстрый вариант какой-то? Ну, вообще, в целом, если мастер нормально владеет топором и всеми своими инструментами, то примерно где-то, ну, полчаса, минут сорок. Так, мы сможем какую-то заготовочку уже есть, что-то соорудить, да получится, если начнете прямо сейчас. Ну, соорудить, да. То есть, я могу показать приемы, как ей работать, то есть, как работать именно стамесками или ложкорезом. Почему принес стамеску? Потому что вначале у нас идет подрез стамеской. Можно даже повыше немножко. Стамеска у нас идет, ограничение стамески. То есть, резьба это всегда ограничение для того, чтобы нож или стамеска полетела не в ту сторону. Ну, то есть, вот срезание такое происходит. То есть, силу нужно приложить, да, какую-то? Ну, да. То есть, первые, кто ко мне приходит заниматься, люди, они говорят, вот я хочу научиться резать. Начинают резать, потом говорят, ой, болит рука, палец, там, запястье или еще что-то. А почему? Потому что работают те мышцы, которые еще раньше до этого были не задействованы. Ну, вот у меня сейчас все задействовано. Давно уже режу я вообще где-то с пятого класса. Поэтому стаж у меня где-то лет 20 уже. А как пришли к этому? Это по наследству передалось? Или это какая-то любовь возникла спонтанно? Пришли заниматься, например, каратэ, ну, это условно, безусловно. И вдруг наткнулись в соседнем кабинете, резали ложки или что? Ну, как вам объяснить? Вообще, если брать, ну, такую родословную, то есть, у меня мать родом из Алатыри, сам я тоже из Алатыри, отец из Ульяновской области. Вот как раз по родственникам матери, да, то есть, если брать ее девичью фамилию, то она у нее фамилия Резчикова. Поэтому дедушку, у меня, точнее, прапрадед, прадед был краснодеревщик. Который делал краснодеревщик, это раньше значился тот человек, который работает с красным деревом, то есть, дорогими породами деревьев, которые не растут у нас здесь. Вот, он делал мебель с резными вентилями, со всякими делами, ну, похоже, у меня эту... Кинетическая память вашего кинофонда семейного передалась вам, и вы теперь с удовольствием работаете. Я вот заметил, что вы берете разные вот эти вот приспособления, это... Есть какая-то последовательность специальная им применение или... Последовательности нет, есть просто... Вот здесь у нас выемка будет больше, да, и здесь чуть поменьше. Ну, соответственно, меня маленький сейчас не устраивает, я просто взял побольше. Понятно. Могу взять вот этот, потому что у него еще больше врезок. А мне становится интересно, если этот инструмент окажется в руках женщины, и вот эта заготовка тоже, это намного сложнее будет ей врезать? Или какие группы мышц задействованы будут у девчонок? Да те же самые, что и у мальчишек, только, ну, как сказать... Сейчас очень много женщин, кстати, которые занимаются резьбой, и у женщин гораздо лучше получается, чем у мужчин. Мужчины по природе сами по себе такие, ну, как сказать... Менее скрупулезные, давайте так. Лодери, можно так это сказать. Вот я, к примеру, лодери, потому что я стараюсь, когда я режу, я стараюсь всегда резать на чистую, чтобы больше не зашкуривать. Или зашкуривать только там самый-самый-самый минимум. Вот. Есть, кстати, группа резчиков, которые все время все зашкуривают. Есть резчики, которые стараются резать на чистую, для того, чтобы вообще шкурка не прикасалась наждачкой. А часто встречаются вот женщины-рещицы, получается так, да? Да полно. Потому что вот я сейчас делаю инструмент, то есть занимаюсь ковкой, хожу к другу в кузню, потому что пока своей кузни нет. Ну вот, часто пишут мне в комментариях или прямо сообщениями, можете сделать мне нож для резьбы кукол. Ну, достаточно часто делаю ножи для резьбы кукол. А куклу вырезали когда-нибудь? Да все вырезал. Мы с женой, когда вот я учился еще... У меня вообще сейчас три образования. Первый у меня техникум «Аватерский железнодорожный транспорт», который как раз помог мне разобраться в сталях, в марках стали, в обработке стали, то есть как это все делается. Ну, как бы на время это было забыто, вот сейчас вот мне пригодилось. А потом у меня наш федо-университет, худграф, то есть я художник. И плюс еще сейчас второй высший МХК, Мировая художественная культура. Кстати, рекомендую поучиться всем там, потому что знать историю культуры, а начиная там от пещеры и заканчивая нашими днями, то есть это очень полезно. Потому что становится ясно, откуда и как какие процессы протекали политические, почему они возникали, почему были какие-то там веяния в литературе, предшествующие именно революции. То есть там это все очень хорошо можно проследить, что за чем шло. Ну, можно немножко поднять повыше, потому что уже... Уже этим можно черпать. Ну, казалось бы, так что-то, что-то так... Этим уже можно черпать. Да, сейчас мы еще чуть-чуть углубимся. Вот мне кажется, как нельзя, кстати, употребить дело мастера боится выражения. Как раз таки так легко, незатейливо, кажется, Владимир сейчас делает ложку. А вот еще у меня вопрос. Вот когда вышиваешь крестиком, расслабляешься, да? Когда шьешь тоже, шли на машинке, ты ждешь результата. То есть это все равно психически уравновешивает. А когда вы делаете свои изделия, что эмоционально внутри происходит? Ну, вот раньше, когда я просто резал ложки или еще что-то, да, был такой, ну, как бы отдых, да, то есть релакс такой. Я, конечно, не люблю иностранные слова, но... Был релакс, расслабление, да? Сейчас это расслабление, так скажем, ну, в значительной степени, когда что-то я делаю, да? Но больше всего я расслабляюсь, когда я режу икону. Тут вот уже, когда режем икону, полностью с головой погружаешься в образ, ни о чем уже не думаешь. То есть это в голове постоянная молитва и как-то это все отключает от современной суеты. То есть никуда не надо торопиться, появляется ощущение какой-то вечности. И нет такого, что как бы ты смертный, то есть ты сейчас жил, а завтра ты не живешь. То есть какая-то вот именно вечность появляется. Это еще не конечный результат. Ведь так? Да. Ну, у нас еще будет время, и у Владимира будет время доделать свое изделие и нам понаблюдать, да, увидеть. Но пока небольшая, короткая, совсем короткая пауза. После нее обязательно увидимся на национальном телевидении. Это будильники. Оставайтесь с нами. Владимир Бамбурин Владимир Бамбурин сегодня у нас в гостях. Заведующий Центром Современного Искусства Чувашского Государственного Художественного Музея мы изготавливаем ложку. На ваших глазах, телезрители, уже осталось совсем немного, ведь так? Можно и так сказать. Какие-то финальные, да, штрихи? Да, осталось зачистить внешнюю часть, потому что у нас ложка с двух сторон уже. То есть выемку мы уже сделали. Осталось почистить внешнюю сторону и немножко ручку. Ну и все. Владимир, хочется задать такой вопрос. Может быть, самый древний экспонат, который вы ремонтировали или реконструировали, реставрировали, да. Можете сейчас нам об этом поведать, рассказать? Или самая, может быть, вами любимая работа, которая вот именно из тех глубин веков уходит? Ну, экспонат был, конечно. Во-первых, когда мы учились в технику вместе с женой, точнее не в технику, а уже в университете, а вместе с женой мы учились на фотографии, и мы с женой знакомы уже с 15 лет. Вот у нас стаж так долгий, можно сказать, неофициальный. И когда мы учились в университете, мы оба резали, точнее, она рисовала и резала иконостас. И вот когда мы это делали, мы резали иконостас в Алатаре, в Алатарском храме усекновения главы Ан-Предсечи. То есть это самый, по-моему, самый первый храм каменный, который был построен в Алатве. И там нам батюшка, отец Андрей, мой духовник, вынес из-за алтаря, он сказал, говорит, ему принесла бабушка из какой-то глухой деревни, распятие. Но распятие было, ну, как в советское время, похоже, его сдернули с креста, и руки были отломаны. То есть мне пришлось реставрировать вот эти руки. Ну как, вырезать их заново и попасть как бы в стилистику вот того, той резьбы, которая была уже. И, ну, до этого я раньше это не делал ни разу, то есть я обратился к своему учителю Андрею Павловичу Анухину, которым я занимался тогда в мастерской. Спасибо ему, кстати, за то, что он пустил меня в свою мастерскую, рассказывал очень много секретов по живописи и по рисунку. Ну и пришел к нему и говорю, а что начать? Он мне говорит, надо их вылепить. Я что-то говорю, я боюсь как-то. Он говорит, ну, давай, говорит, я начну, а там посмотрим. Сели, лепили, лепили, лепили. Он такой посмотрел. Он говорит, давай, говорит, мою тоже перелепливай, потому что ты мыслишь резьбой, а я мыслю мышцами костями. То есть натуральным, да. То есть натурализм в православной иконе он не приветствуется, потому что это больше католический образ, чем православный. В православии важен образ, а не материальная составляющая. У католиков важно страдание Христа, то есть у нас именно образ Христа. Вот. Ну и вот я вылепил руки, потом заказал по этим рукам, так скажем, заготовки из липы, вырезал. И самая проблема была в том, что весь, ну как раньше это делали, вся резьба была покрыта левкасом и сверху еще покрашена. То есть левкас – это специальный грунт из клея и мела, древний такой способ, самый, ну как бы с основания того, как начали придумать, как писать иконы, то есть он так и идет. Вот. И нам надо было мало того, что склеить, все это покрыть левкасом еще покрасить в тон, тот, который был на распятии. Ну, в итоге удалось. Красили темперой вначале. Вроде как все похоже, но что-то как-то не то. Взяли масло, немножко подкрасили, получилось то. Вот сейчас он до сих пор, этот крест, потом плюс еще я резал крест к этому распятию, сейчас до сих пор этот крест стоит в храме. А насколько сложно попасть в стилистику реставрируемого предмета? Ну, это очень сложно, потому что у всех руки разные, глаза разные, душа разная, поэтому было трудно. Но как мог попал, поэтому, так сказать, можно сказать, что не судите строго. Понятно. А вы вот чувствуете это произведение старины, а может быть там какая-то энергетика исходит, когда вы можете придать ему новую жизнь, так сказать. А когда нет, есть такое или нет? Ну, тут знаете как, то есть, ну, моя политика такая, то есть, я больше православный человек, поэтому энергетику я верю только ту, которая в 220 в розетке. А то, что связано дальше уже с какими-то вещами такими непонятными для человека, да, то есть, я могу сказать точно, что, к примеру, когда я сажусь резать икону, задумал какой-то образ, да, взял доску, все уже готово, все уже подготовлено, надо нарисовать прорезь, то есть, рисунок сделался. Начинаю рисовать, не получается, пробую, не получается, пробую, не получается, а потом думаю, так, стоп, надо посмотреть просто икону. Начинаю смотреть иконы, нахожу образ, думаю, вот, надо вот этого попробовать. Начинаю рисовать, все получается, сразу находится доска, и все аккуратно, все здорово так идет, как париться. Ну, вот, можно вот это назвать именно, не знаю, там, энергетикой, не энергетикой, не могу сказать, как. Владимир, а какое изделие вот пользуется больше популярностью? Вопросом. Ну, есть, я делаю совки из дерева для чая, и они пользуются, и ложки тоже пользуются, потому что вот эти ложки для варенья на длинные ручки. Ну, насколько мне известно, из дерева даже делают красивые заколки для волос. Делаете ли вы их? Да, делаю красивые заколки, но, к сожалению, они у меня очень быстро расходят. Вот. Ну, на следующую встречу обязательно принесите заколки. Мне кажется, и всем девушкам нашей национальной телерадиокомпании будет очень интересно посмотреть, понаблюдать за этим. Хорошо. Хорошо. Владимир, вопрос. Вот сейчас, на самом деле, много продается различных деревянных ложек и так далее, и там подобное. Это все ручная работа? Или это можно сделать на машине? Не всегда. Есть еще такие расписные ложки, ну, такая обычная, хохлома там или еще что-то, их обычно вытачивают на станке. То есть это шар, который с ручкой, который откалывается пополам и вырезается. Вот есть такой вариант. Здесь я дальше, мне кажется, смысла нет дальше резать, потому что, то есть принцип понятен, да, то есть сначала у нас вырезается вот эта часть, контролируется еще пальцами, пальчиками, чтобы до дырочки не дорезать. То есть, то бывает увлекутся и потом смотрят. Мне кажется, это приходит только со временем, когда эти дырочки не дорезать. И потом уже зачищаешь ножом. То есть, ну, вот, в принципе, есть, а дальше уже идет фантазия, хочешь... Покрытие? Покрытие очень простое. Если вы хотите ей пользоваться, есть и, там, ну, не знаю, в полный рост ее использовать, да, то есть, чтобы это было безопасно и экологично, берете обычный пчелиный воск, который продается, растапливаете в льняном масле и все это покрываете. Но льняное масло должно быть не пищевое, оно должно быть уплотненное. Можно живописное брать. А если я хочу делать какие-то рисунки на ложке? Ну, тут уже вопрос, вся вот эта хохлома и все остальное расписано, и все покрыто лаком. Ну, соответственно, вопрос, если у вас, как бы вам нормально есть с какими-то примесями, то, пожалуйста, если нет, то лучше использовать чистую древесину. Ну, мне кажется, закономерно сейчас вопрос от меня будет, вы дома едите деревянными ложками? А мне этот вопрос все задают очень часто. Ну, потому что у меня в детстве, у меня в детстве была деревянная ложка для супа у бабушки. Когда я приходил к бабушке, обязательно она мне давала эту деревянную ложку, и суп я хлебал, ну, именно вот такими вот деревянными ложками. Ну, у меня тоже была в детстве деревянная ложка, но, кстати, когда я начал учиться резать, то есть первый вопрос у меня был, можно ли сделать ложку по учителю. Учитель у меня был Акимов Евгений Александрович, который сейчас преподает в педуниверситете, он тоже ездит на разные слеты мастеров там по скульптуре бензопилов. Там и в Германию, и все разные места. Ну, в принципе, вот сейчас я больше переквалифицировался в кузнеца, а это вот моя первая бритва опасная, которая... Это, кстати, брифи опасными бритвами, не джилетом, как обычно. Почему? Потому что это учит координации движения и четкости руки. Отлично. То есть вот если бриться в обычной бритве, да, там можно по-разному проводить, а тут у нас четкое движение и четкое приложение, как бы, к коже. То есть у нас есть положение бритвы вот, и больше никак. Если мы поставим его так, то порежемся. То есть ложками вы не едите деревянными? Нет, ем иногда. Я всегда ем. Отлично. Делайте вот такие вот опасные бритвы. Барбершоперы, наверное, у вас их заказывают. Я теперь так подразумеваю. Пока подписываются только в Инстаграме. Ручная работа, роспись, и уже придумали свой, наверное, знак специальный. Логотип, да, есть. Вот он. Авторские вещи. Вы показывали то, что все изделия вы проверяете как-то особенным образом и даже немножко опасным. Не особенным и не опасным, потому что все речки, которые, ну, старые закалки, сейчас, конечно, это не практикуется, но речки старые закалки, когда затачивают нож, они его прикладывают как бы к руке, начинают проверять, бреет он волос или нет. Это просто от того, как провел этот нож. Потому что если волосы, когда ты проводишь, падают аккуратненько, легко, без всяких усилий, значит, им можно резать. Ну, собственно, можно и ножом побриться, если нету опасной бритвы. Да, кстати. Безопасно совсем. Нет, если нет опасной бритвы, то можно побриться и таким ножом. Можно, кстати, еще и топором побриться. Топор, кстати, да, наверное. Потому что топор я тоже точу под бритву, который нужно рубить быстро, и поэтому тупой топор только тормозит. А коньком? Коньком? Ну, коньком там трудно будет, если его перетащить. Коньком, топором, чем еще. А вообще происходят какие-то у нас в стране, может быть, даже какие-то всемирные конкурсы по резьбе, именно вот каких-то бытовых предметов, а может быть, чего-то другого? Ну, бывают разные семинары, там, фестивали, и все такое, просто времени нет, и нет иногда средств, чтобы куда-то съездить. А так, да, ремесло возрождается, много очень людей интересуются этим. Ну, также есть проблема, так же, вот как, к примеру, в Америке, или когда мне пишут комментарии в Ютубе, что вот у нас там нет нормальных, адекватных мастеров, мы хотим его спросить. То есть, вот, как бы дошло до того, что вот мастера как бы пропали в Европе. Есть какие-то люди, которые отдельно по наитию что-то там делают, есть, которые учились в академиях, они уже знают что-то, такие базовые знания, ну, фундамент такой есть. А большинство людей, которые делают сувенирку там или еще что-то, они больше по наитию действуют, именно это в Европе. Ну, в России сейчас тоже бывает такая вещь, то есть, бывают такие случаи, когда именно по наитию действует сувенирка. Самый податливый материал из дерева, по которому можно резать? Ну, вот, я не люблю этот материал, но вообще все любят липа. Липпа. А вы какой любите? Для меня она как пластилин, мне она непривычна. То есть, ну, не то, что непривычна, я ее использую только для больших вещей. То есть, когда нужно резать иконостации, большие иконы. Меня сейчас попросили сделать икону отец Василий Паскье. Икона Николая Чудотворца, метр двадцать, по-моему, в высоту. То есть, вот ее резать из липа, самое милое дело. Я лично предпочитаю те породы, которые подходят под те задачи, которые я хочу выполнить. То есть, у меня есть разные животные там, морские. Ну, тилус, к примеру, я вырезал из березового сувеля, потому что больше ничего другое не подходило. А у сувеля как раз загнутая такая спираль, и она очень хорошо ложится на ракушку, которую режешь. Белая акация, которая очень твердая, твердыш, гораздо чем дуб, она у нас раньше не росла. Ее привезли из Америки. Она была высажена в Сочи, когда мы там отдыхали. Я увидел просто, что ее срубили и решил чудо-бру пропадать. Владимир, есть ли у вас воспитанники? Сколько их? Как они впитывают всю информацию? Как горят их глаза? У меня, кстати, есть даже воспитанники, которым лет по 40-50, которых я консультирую через ВКонтакте, Ютуб или еще через какие-то соцсети. И они, в принципе, делают неплохие успехи. То есть, они задают конкретные вопросы, с чем они сталкиваются, я им отвечаю, и уже видно. Они мне присылают фотографии, и уже видно, как они растут. Есть у меня воспитанники, которые в храме в Чебоксарах, сейчас вспомню, как это храм назывался, Взыскание погибших, да, Богородица икона Взыскания погибших. Там я ввел два года резьбу, и там были тоже несколько мальчишек, которые очень были увлечены. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Вот так вот. Владимир, мы желаем вам и вашим ученикам только творчества, новых работ, интересных, креативных. Ждем вас в программе вновь. Огромное спасибо за эту встречу. Вам спасибо. Ну и доброго утра и хорошего дня. Да. Владимир Бамбурин сегодня у нас в гостях заведующий Центром современного искусства Чувашского государственного художественного музея. Владимир, у вас есть телефон с отвой? Конечно. Отлично. Тогда следующий сюжет как раз таки будет кстати и вам, и нам, и всем телезрителям. Смотрим.